Вопрос. И говоря о этом статусе, есть несколько документов, тоже они гуляют по стране, есть несколько проектов федерального закона. Там очень много вопросов, очень много критики от разных людей я слышал по отношению к этим проектам. Тем не менее, мы с коллегами тоже обсуждали в Татарстане, и у меня, например, видение такое, что может быть нам замахнуться на то, чтобы сделать институтеральный парк особого вида муниципалитета. Это очень такая революционная идея, несомненно, она крайне сложная, но один из важных вопросов это и полномочия, и вопросы регулирования деятельности институтерального парка, и в конце концов вопрос взимания налогов на территорию институтерального парка, как некого источника для финансирования деятельности управляющей компанией. Поэтому я думаю, что, наверное, предложение звучит немножко диковато, но я могу сказать, что когда начинали, например, 11-19, вернее, то, что потом стало 11-19 обсуждать, тоже казалось, что никогда не будет идти речь о том, что часть налогов могут быть возвращены, по крайней мере, в суде Российской Федерации. Надеемся, что тема с частными управляющими компаниями при получении участия налоговых доходов, она еще не умерла, и все-таки это мероприятие будет реализовано. И, наверное, последнее мое предложение с точки зрения отчетности, потому что я полностью с Сергеем Николаевичем согласен, очень большое значение имеется для результата любых проверок, и мы с вами знаем, что обычно по результатам контрольных мероприятий меры поддержки существенно меняются, какие-то становятся на стол, и потом долгие-долгие годы мы опять возвращаемся к тому, чтобы это работало. Поэтому здесь еще один важный момент, вот сегодняшние попытки причесать индустриальные партии под существующие формы статистической отчетности, они, на мой взгляд, безуспешны, и практически гарантированно приведут к тому, что не работает. Вот я, Сергей Николаевич, поддерживаю с его инициативой, но у меня есть еще одно предложение. Есть смысл, наверное, отдельные формы статистической отчетности для индустриальных партийных и их резидентов разработать и утвердить. В принципе, механизм понятный, он в реальности работает. Допустим, когда по Роснано, когда по нано-индустрии начинала работать, ну, была разработана методика, она была утверждена, в общем, все форумы работают, не боги-гашки обжигают, вполне можно это пусть пройти, конечно, не за один день, но тогда мы сможем иметь четкое представление именно о тех показателях, за которые мы сегодня отвечаем, а не пытаться посленным методом из каких-то цифр получить. Полностью поддерживая предложение по межвездочному взаимодействию, сегодня управляющая компания в реальности действует на уровне договоренностей генерального директора с теми или иными государственными органами. Это в том числе и ФНС касается, и в то же время отчетность управляющих компаний всегда включает показатель суммы налогов уплаченных резидентов. Но мы в реальности получаем эти данные незаконным путем. Разным образом агрегируют и так далее, соблюдая эти требования, но сегодня это действие незаконное. Давайте сделаем таким образом, чтобы у нас были официальные формы отчетности, по которым мы сами отчитывались, наши резиденты отчитывались, мы могли бы их определенным образом агрегировать, не нарушая коммерческие тайны наших резидентов. И именно эти показатели мы могли бы отразить в критериях, которые предъявляет нам государство при выделении дуэльного государственного подняжения. Поэтому, коллеги, я думаю, что много что еще можно добавить к этому. Мне кажется, сконцентрироваться стоит в том числе и на этих вопросах. Никоим образом не отменяем всех выступлений, которые до меня здесь проживали. Я полностью поддерживаю те предложения, которые у коллег есть. И я обращаю внимание на то, что глобальное регулирование необходимо тоже вопрос постепенно решить. Спасибо. Айраб, большое спасибо. Как всегда, четко профессионально из Татарстана прилетело революционное предложение. Я просто знаю, что небольшое добавление к кому-то предложил, так немножко, может быть, кого-то шокировало, когда идея обсуждается. И это важный момент, понимать, что идея, то есть есть примеры в мире. В общем, есть в некоторых странах, мы это изучали серьезно. Есть примеры, когда управляющий компанией ФСР вполне себе муниципальным полномочиям. А другой вопрос, насколько мы хотим, в целом, и, в общем, надо же откатно. Коллеги, я хотел так попросить Дениса, Дениса Геннадьевича Цуканова, может быть, взять какую-то обратную связь, чтобы по всем обладаниям были озвучены, а потом мы сделаем перерывы небольшой и прозвучены. Коллеги, ну, во-первых, спасибо за конструктивное, ну, конкретное предложение, которое прозвучало. Я так коротко остановлюсь, наверное, на них. Ну, Сергей, ну, по поводу вашей тематики, я уже так вас прокомментировал, но я здесь на 831 постановление, ну, вчера, не скрывая, но могу сказать, что в частности сотрудники готовили обоснование по 831, исходя из того, что нам прислали раньше, станция, то, что мы с откосами рисовали к регионам, поскольку сильно поручение нового клюшника, например, есть, относительно, давайте теперь загружаться, новые меры поддержки, либо продлевать старые. В актриме будет пройдено освещение министра с новым вице-премьером, и там будет в том числе заслушать по этому вопросу такой. По 11.19 в понедельник в Белом доме будет рабочее освещение. Ну, я думаю, что, ну, технически просто доработать с юристами документов, потому что он уже был практически на подписи у казака, то сейчас уже не у него. Там новый юрист, новый вице-премьера. Ну, надо сейчас ниже это все доделать, и, соответственно, возможно получить поддержку еще от ребенок, которым это нужно, и отец, какими звонками от города, как у нас практически бывает. Что касается предложений, которые Сергей Валерьевич озвучил, хорошие, мы, многие из них, действительно, и сами о них думали уже. Ну, Сергей Валерьевич, вы же тоже, как человек опытный на грузслужбе, уже давно работавший и имеющий соответствующую полификацию, и предложения очень дельные, хорошие. Давайте попробуем реализовать, но нужно, на мой взгляд, здесь придется одного момента, который уже обсуждался у нас с Минфином России, с проверяющими органами. Вот они, какая позиция контролирующего рынка? Вы дали деньги на создание индустриального парка. В принципе, вы к логике, значит, уже снизили. Какие-то издержки там должны, резиденты на более комфортных стоях размещаться. Зачем еще резидента поддерживать? Тут пока что сложно обосновать ему даже в момент развилку. Ну, Аэрохнову. Спасибо тоже за предложение. Ты знаешь, мы на самом деле уже и работаем по этим направлениям. Ты же, наверное, об этом знаешь. От Республики Тарстан депутат веку. Внес уже законопроект нам на предварительное согласование по созданию так называемых международных комитетовских парков. Это возможно. Мы этот законопроект тоже, кстати, не в сети не отправили. Мы к нему дали свои комментарии. И в ближайший рынок поступит уже как официальный внос правительства. Дальше будет готовиться отзыв правительства на этот законопроект. И в нем действительно заложен довольно-таки широкий класс полномочий и управляющих компаний. Начиная от выдачи разрешений на строительство, на принятие проекта планировки и утверждения, заканчивая выдачей разрешения на въезд иностранной рабочей силы на территорию парка. Там огромное количество полномочий для такого парка. Это будет, скорее всего, отдельный реестр, отдельные требования, либо это будут и работные требования 794-го, как отдельный раздел. Потому что инициатива демутатского корпуса заключается в том, что нужно привлечь иностранные инвестиции. Я знаю, что большой проект Катарстане может быть реализован с привлечением Туристской Республики и тех инвесторов, которые готовы зайти на индустриальный пакт, созданный по таким параметрам. А это полностью и законодательство, по сути. В качестве вычисленного опыта будет подъем привлеченных иностранных инвестиций. Возможно, для этого потребуются отдельные требования. Там уже управления управляющей компанией нужно будет. Там уже более серьезная процедура. По натронке много полномочий передается на уровень управляющей компанией. Законопроекта, который уже был у нас, мы им дали к нему комментарии. И, соответственно, он будет сейчас внесен официально в правительство. Ну, это, наверное, все. Большое спасибо, коллеги, мы часть времени... Так, Максим опять, да, Максим, тогда давай. Я короткий вопрос, касательно процедуры. Максим всегда, он мне сначала пишет смс, кем мы выходим из графика, потом задает самый длинный вопрос и начинает большую дискуссию. Да нет, я буду без микрофона. Было распоряжение Медведева на 27 декабря касательно организации передачи и намочек по аккредитации на региональный уровень. Это план, это реализация стратегии. Как вот это... Я говорю, у нас даже это мероприятие попало в стратегию пространственного развития, в план мероприятий по реализации. Позиция нашего нового МСССР, что это нецелесообразно. Нет, конечно, нет. Потому что, ну, во-первых, знаете, с чем мы столкнулись? Во-первых, хорошая региона Московская область, много изучает парк, Татарстан. Там, действительно, может быть, целесообразно было бы создать и пускай сами аккредитовывают нормально. Но есть регионы, где там один-два парка, зачем эту систему создавать в регионе и ее администрировать, и реестр вести, обновлять. И, более того, откуда людей компетенцировать, нужно, надеяться, посадить там только на руководителя этого реестра, который будет помогать им организовать процесс. Ну, к нам регионы приезжают, и мы методические сценарии ведем именно из-за того, что вот эти компетенции не у всех регионов присутствуют. Во-вторых, нам придется тогда собственную систему аккредитации поменять. Мы тогда передаем на региональный уровень и начинаем уже мониторить, как регионы аккредитуют, как персонал, как они это ведут. И, по сути, становятся контролирующим органам, как регион это качественно делать, либо некачественно, и превращаться, ну, если-то, ну, такую непротивную работу чуть-чуть делать, наверное. Пока что принято решение, что мы готовы это отдавать, и учитывая наличие поручения президента, что мы должны привести все, соответственно, к федеральному уровню, и прям, ну, сверху вниз, что он называется, то пока что эта инициатива, она будет написана в следующем докладке на эту тему, что будет в месяцах. Спасибо. Коллеги, прерыв, 15 минут буквально, просьба. Мы должны уложиться в это время, здесь у нас есть кофе-брейк, где-то, наверное, напротив выхода из лифта. Вот, через 15 минут возвращаемся в этот же зал и продолжаем работу. Есть ли я что-то? Спасибо. 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 Спасибо.